В этом году состав гостей на Меридианах Тихого традиционно звездный. Еще на открытии по голубой дорожке прошли французская актриса Фанни Ордан, президент 15-го кинофестиваля Сергей Жигунов, представители Миромоды Александр Васильев, Кирилл Гасилин и Надежда Васильева, актеры Роберт Винскевич, Евгений Герчаков, Лиза Арзамасова, режиссеры Алексей Учитель, Борис Грачевский, Алла Сурикова, Тамаза Матола, Сёдзе Итияма, такие киноведы, как Кирилл Разлогов, Катарина Докхарн, Всеволод Коршунов и многие-многие другие. Это потрясающий город, который каждый год меняется и становится лучше, жарче, интересней. Есть огромное количество людей, которых я люблю, дружу в первую очередь. С Звенятскими, естественно, много лет у нас дружба. Поэтому, когда звонок приезжает, я говорю, о чём ты говоришь, всё, брось и мы приедем. И мне нравится, когда кино провоцируют на спор, дискуссию, как хорошую, так и негативную. Я готова к этому, и мне очень интересна точка зрения именно русского зрителя на этот фильм. Я просто всегда открываю своё сердце людям, потому что артист без этого не артист. Если он не выходит из своей сердца, не открывает людям, то ничего не будет. Но я хорошо помню первый фестиваль. Правда, он не назывался первым, а был просто кинофестивалем. Мы не знали, будет ли второй, а теперь он уже пятнадцатый. Главный вопрос, который волновал и зрителей, и прессу, и гостей, какими будут юбилейные меридианы Тихого? 15 лет не шутка, а фестиваль должен был стать особенным. И стал. Удивил большой и насыщенной программой, количеством мастер-классов, лекций, встреч с представителями киноиндустрии и необычными картинами на любой вкус. У нас очень удивительная публика, на самом деле. На фильмы, которые, ну вот меньше всего бы я ожидал, что будет зал, собираются, сидят до конца, благодаря тех, кто представляет, или режиссёров. Вот, например, Северная Корея. Ну, прямо удивительно. Приходят люди, смотрят, благодарят представителей, которые приехали с этим фильмом. Мастер-классы собирают, практически полные залы всегда. Ну, то есть люди очень активно интересуются. И публика у нас, это, по-моему, самое большое достояние на фестивале. Также организаторов приятно удивили и сами зрители. После показов на беседах с режиссёрами и сценаристами интересовались буквально всем. От моделей и параметров камеры до особенностей построения сюжетов. Каждый день в рамках фестиваля проходят показы фильмов из конкурсной программы. После каждого фильма проходит обсуждение со сценаристами, режиссёрами или актёрами, которые принимали участие в съёмках фильма. Например, сейчас сценарист фильма «Теснота» Антон Яруш отвечает на вопросы зрителей. Кто не успевал задать вопросы зала, подходили уже после. Кто-то караулил режиссёров и сценаристов на улице, кто-то располагался за столиками в кинотеатре. Использовать такую уникальную возможность хотелось многим. Вопросы были прекрасные, очень правильные. Фильм восприняли хорошо, не было никаких агрессивных вопросов. Вопрос был про документальные кадры, где мы их взяли. Вопрос был про то, как я отношусь к традициям, которые до сих пор существуют. То есть представители одной нации жениться на представителей другой нации. Был вопрос про бюджет. И немножко нужно было рассказать про режиссёра и себя. Я очень хорошо помню режиссёра самого первого конкурсного фильма, который мы показали в воскресенье в 10 утра, когда он пришёл совершенно сонный, ещё не понимая, где он оказался и зачем. И после того, как пообщался со зрителями, он вышел с огнём в глазах и настолько счастливый и радостный. Потом он не раз говорил и мне, и на пресс-конференции, и зрителям, что самая отзывчивая, самая чувственная, прочувствовавшая фильм аудитория, которую он вообще встречал в своей жизни, в Владивостоке. И такие слова я слышу достаточно часто, потому что иногда наши гости мне говорят, что они таких интересных вопросов практически не слышат или слышат очень редко. У меридианов Тихого уже появились свои поклонники. Многие ходят на фестиваль каждый год, изучают программу и заранее покупают абонементы. Зритель растёт и развивается вместе с кинофестивалем. Говорят, кино обогащает сознание и душу, и такой отклик не может не радовать. За последние годы кинофестиваль идёт в явный рост. И очень радует то, что больше и больше молодых зрителей. Бывают интересные картины, которые не показывают на большом экране в обычной дне. Поэтому иногда интересуюсь того, что проходит. И хотелось бы быть в курсе современной кинематографии. Я под таким впечатлением, мне прям очень хочется высказаться. Молодой режиссёр, Кантемир Балагов, совсем молодой. Я прям была удивлена, что он всего 26 лет, и он снял такую потрясающе глубокую картину. Организаторы отмечают работу СМИ. В пресс-конференции собирали журналистов не только на встречи с популярными в России кинодеятелями. Высокий интерес проявили и к представителям жюри, и к зарубежным актёрам, и к режиссёрам-дебютантам. Свобода – вот то ключевое слово, которым я объяснил бы разнообразие и богатство португальского кино. На сегодняшний день мы снимаем 10-12 полных метров в год, и почти все они участвуют в огромном количестве кинофестивалей. Команда пресс-службы и волонтёры меридианов Тихого работали с утра и до поздней ночи. Собирали и отправляли материалы для всех, кто не смог присутствовать на встречах лично. На мой взгляд, очень важно, чтобы все, кого это интересует и кто не может по ряду причин попасть, были в курсе того, что здесь вообще происходит и для чего этот кинофестиваль нужен. Но радует, что такие люди, журналисты, появляются, от которых не нужно защищать участников. От которых не нужно защищать звёзд, за которых не стыдно. Если честно, меня это очень сильно радует. То есть в этом году мне ни разу, ну практически, да, ни разу не было стыдно за прессу. Я приехала сюда из Москвы, специально на фестиваль меридианов Тихого, специально сюда подала заявку, чтобы быть волонтёром. Мне очень хотелось посмотреть, как организовывается такое большое мероприятие, как международный кинофестиваль. Мне было очень интересно посмотреть на Владивосток. Как сказал руководитель меридианов Тихого Ефим Звенятский, можно считать, что кинофестиваль состоялся. 179 фильмов, около сотни гостей из мира кино, десятки организаторов и помощников, семь площадок и тысячи проданных билетов. Уже за камерой сами зрители шепнули, попросили обратиться к кураторам. Ежегодные меридианы – это хорошо, вот только ждать долго. Нельзя ли в промежутках проводить мини-фестивали или отдельные показы? Вопрос открытый. А вдруг в Приморской столице найдётся место и время для ещё одного кинособытия? Ольга Продан, Станислав Лазебный, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. «Музыка» 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 Продолжение следует...